МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина. И сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Родились не на родине. Всем их беженцев из Украины пополнение. Дело табак. Как в республике соблюдается антитабачное законодательство. Трагические выходные. В республике за два дня погибли 6 человек. Повышение тарифов с 1 июля остается одной из самых обсуждаемых тем. Хотя увеличение в среднем не превышает 5%, некоторые дома стали исключением. Кому и как собираются компенсировать затраты, обсуждали на еженедельном совещании главы Чувашии с правительством республики. Руководитель республиканской службы по тарифам напомнила, какие услуги и насколько подорожали. Отметив также, что в первом полугодии повышения не было, мы платили по прошлогодним расценкам. Нынешние изменения тарифов не выходят за предельно допустимые рамки, установленные для Чувашии. Если взять семью, которая платила, допустим, около 3000 рублей, то рост 4% это 120 рублей. По сути от 100 до 150 рублей будет увеличение ежевечного платежа. Есть только одно «но». Тарифы на отопление для жителей одно- и двухэтажных многоквартирных домов, построенных до 1999 года, вырастают в разы. По 57 муниципальным образованиям предельный индекс изменения роста размера выносимой граждан платы за коммунальные услуги с учетом новых введенных нормативов по отоплению составит от 40% до двух с лишним раза. Проблема в том, что упомянутые дома в большинстве своем относятся к ветхому и аварийному жилью. Общедомовых приборов учета в них нет, а устанавливать слишком дорого. Жильцам этих домов, а это свыше 23 тысяч человек, будут выплачивать субсидии и соответствующие средства уже предусмотрены в бюджете Чувашии. Кстати, превышение предельных показателей ожидается только в отопительный период, поскольку с августа мы переходим на фактическую оплату потребленных услуг. И летом никто не будет требовать с нас денег за тепло, полученное в декабре или марте. Глава Чувашии поручил строго контролировать применение тарифов обслуживающими организациями и поставщиками и проверять каждое обращение от жителей. На совещании обсудили также и выполнение бюджета Чувашии за первое полугодие. По оперативным данным, которые привела министр финансов Светлана Янилина, доходы казны составили почти 17 миллиардов 780 миллионов рублей, или 51% от плана. Расходы – 17 миллиардов 739 миллионов рублей, профицит – около 41 миллиона рублей. Елена Гальперина, Сергей Репчиков, Республика. О правильном применении тарифов и о своевременном погашении задолженности за потребленные ресурсы говорили на видеоконференции с главами муниципалитетов. Во время оплаченной квитанции за жилищно-коммунальные услуги возможность в срок и качественно отремонтировать к зиме коммуникации. Как сообщил министр строительства Олег Марков, на данный момент готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону составляет 43%. Но по-прежнему остро стоят вопросы предприятий ЖКХ. Так в Шумерле жители жалуются на отсутствие горячей воды, а в Новочебоксарске до сих пор не решается вопрос о деятельности управляющей компании НАВЭК. В данном случае это плохой показатель работы органов власти, прежде всего администрации города Новочебоксарска и дальше, соответственно, Минстроя и жилищные инспекции. Министр сельского хозяйства Сергей Павлов рассказал о заготовке кормов. На полях республики скошено 73% многолетних трав от запланированной площади. На видеоконференции не оставили без внимания еще один актуальный вопрос. В начале июля в семьях, которые прибыли в Чувашу из Украины, родились две девочки. Одна новорожденная появилась на свет 1 июля в Чебоксарах, а другая – второго в Алатаре. Сегодня в Миндравсоцразвитии прошла конференция со счастливой мамой. 18-летняя Карина прибыла в Алатарский район в мае этого года. 2 июля на скорой молодая женщина попала в Алатарский роддом. И спустя некоторое время у Карины родилась девочка. Как сообщил главный врач Алатарского роддома, Карина получила весь полагающийся в таких случаях спектр медицинских услуг. Выходцы из Украины могут рассчитывать на бесплатную, плановую и экстренную медицинскую помощь. 25 человек уже воспользовались этим правом, рассказала на видеоконференции министра здравоохранения Алла Самойлова. На совещании также сообщили, что в Чувашу выразили готовность приехать еще 250 переселенцев из Украины, находящиеся сейчас в Ростовской области. По данным, на 4 июля в управление Федеральной миграционной службы по Чувашии обратились с заявлениями о предоставлении им временного убежища 75 человек. Из них 17 – дети. Больше всех 27 семей приняли Чебоксары. Сегодня Карина и ее дочь выписались из больницы. А когда обстановка на Украине станет спокойнее, мама с дочкой планируют вернуться на родину. Уже на этой неделе в Чебоксарах могут вынести приговор бывшим руководителям Чувашского лесхоза. Они обвиняются в присвоении денег, подделке документов, а также незаконной рубке деревьев. Фигурантам этого уголовного дела грозит до 10 лет лишения свободы, но адвокаты пытаются максимально смягчить приговор. Дмитрий Ковалев побывал на процессе. Уголовное дело в отношении экс-руководителей Чувашского лесхоза и директора инвестиционной компании в суде рассматривают с начала прошлого года. Фигуранты этого процесса сейчас находятся под подпиской о невыезде. Их интересы отстаивают сразу четыре адвоката. Защитники пытаются выложить на стол все свои козыри. В качестве свидетеля они даже привлекают специалисты из Казани. Но государственный обвинитель посчитал, что стороны вновь намерены затянуть процесс. Судья поддерживает именно его. Запрета суда отказать в удовлетворении ходатайства нет. Ибо запрет может быть только в этом случае, когда данный свидетель делает алиби участникам процесса. Ходатайствуют защитой о подшивании в дело новых документов. Сейчас оно состоит из более чем 20 томов. По версии следователей, директор и главный бухгалтер Чувашского лесхоза на протяжении двух лет заключали фиктивные договоры и подложные акты о выполнении работ. В качестве подрядчика во всех документах выступала инвестиционная компания с громким названием «Прогресс». Но на прогресс лесхоза республики это не повлияло. Следователи считают, что предприятию был причинен ущерб в особо крупном размере. Подсудимых обвиняют при своении 44 миллионов рублей. Благодаря отлаженной схеме они попросту похищали бюджетные деньги. Выбыло наиболее ликвидное имущество. То имущество, которое осталось у предприятия, это большей частью кордона расположена в районах Чувашской республики. Инкриминируется им и незаконная вырубка деревьев. Четыре года назад, считают прокуратуре, в Чувашском лесхозе заключили договор о купле-продаже древесины. Причем сделано это было в обход госконтракта. Шумаршинскому лесничеству был причинен ущерб на сумму 22 миллиона рублей. Но подсудимые свою причастность к этому отрицают. Защита одного из фигурантов уголовного дела и вовсе обвинила прокурора в фальсификации фактов. Адвокат главного бухгалтера считает, что и опыт защитная попросту исполняла честно свою работу. Она честно ставила на бухгалтерский учет все документы, которые ей переносили. Соответственно, сделала свою работу. И именно на основании этого бухгалтерского учета проводились расследования, проверки. Сегодня участники процесса, по сути, обращались к суду с последним словом. Адвокаты рассчитывают на оправдательный приговор, а обвинение требует назначить максимальный срок. Следствие по этому делу продолжается больше двух лет. Уже 9 июля судья огласит окончательный вердикт. Медрик Валев и Антон Вовк. Республика. Табак в Россию завезли еще в 16 веке. Мода на курение распространилась очень быстро. И сегодня наша страна занимает первое место в мире по потреблению табака. Курить или не курить каждый решает сам. Но, как известно, свобода одного начинается там, где заканчивается свобода другого. Как борются с проблемой курения в Чувашии, узнавала наша съемочная группа. Именно такой знак должен висеть у входа в каждое общественное заведение. Закон о запрете курения в местах общепита действует уже второй месяц. Соблюдается ли данный закон в городе АлатР? Сегодня мы это узнаем. Курить в кафе, барах и ресторанах теперь нельзя. И, похоже, алатРцы это отлично усвоили. Комиссия, в состав которой вошли представители Минздрава и Координационного совета Чувашии, не обнаружила ни одного нарушения. Нет на столах пепельниц, нет следов курения, запаха нет в помещении. Приятно посещать вот такие заведения. И самое главное, мы выяснили то, что население к этому относится одобрительно. Однако, в любом правиле есть исключения. Я 52 года курю уже. Мне ничего не заставят бросить, незаконно, ничего. Пусть хоть до тысячи рублей пачку поднимают. Махоркин сажаю и буду курить. Угодить всем не получится. А с проблемой курения надо бороться решительными методами, отметил глава АлатРской администрации. В киосках, на автовокзале, ярмарках, в магазинах запрещена реклама на прилавках и различных стеллажах. Ну и, безусловно, введены запрет курения в помещениях, предназначен для оказания бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания и также ярмарках. Но все-таки, несмотря на эти ограничения, запреты, проблема все-таки остается. 6 миллионов людей по всему миру ежегодно умирают от табакокурения. Только в России ежегодно от причин, связанных с курением, умирают более 340 тысяч человек. Но никакие данные статистики, законы или запреты не спасут курящего человека, пока он сам не захочет сделать шаг навстречу здоровому образу жизни. Дарина Игнатьева, Евгений Анисимов, Республика. Минувшие выходные в ГИБДД Чувашии назвали самыми трагическими за это лето. В субботу и воскресенье произошло 16 ДТП, в которых погибли 6 человек и 14 получили травмы. В Батревском районе в аварии погибла годовалая девочка. Отец, управлявший автомобилем, после доставки пострадавших в больницу сбежал. Также трагический случай произошел в воскресенье в Маргаушском районе. В воскресенье на автодороге Сура автомобиль ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с Бургузином. В результате ДТП водитель 14-й сгорел. Водитель и пассажир микроавтобуса доставлены в БСМП. Еще один человек сгорел в своей машине в ночь на субботу. В селе Шигали Канажского района водитель на списанный в утиль Волгине справился с управлением, съехал с дороги и влетел в забор. После столкновения машина загорелась. Мужчине спастись не удалось. В ночь на субботу в Шумерлинском районе 18-летний молодой человек, не имея водительских прав, сбил мотоциклиста. Последний от удара погиб на месте. Выяснилось, что виновник был пьян. В Чебоксарах 5 июня в половине первого ночи девушка на легковушке прямо на пешеходном переходе наехала на женщину, которая позже скончалась от полученных травм. Инспекторы ГИБДД установили, что в темное время суток на этом участке, где недавно обновили дорожное полотно, было недостаточное освещение. Ирина Калентьева одержала победу в женской элитной гонке на 21 километр на международных соревнованиях по кросс-кантри Кубок Интеры. Соревнования проходили в Москве. В них приняли участие спортсмены Казахстана, Украины, Израиля и России. Победным дублем завершилась гонка среди юниорок на 12 километров 600 метров. Золото завоевала Марина Семенова, серебро у Татьяны Кузнецовой. С 8 по 13 июля в городе Нововоронеж в Воронежской области пройдут финальные соревнования всероссийских летних сельских спортивных игр. В этом году они состоятся в 10-й раз. Делегацию с Чувашей представят 39 сельчан-спортсменов в 17 видах спорта. Сегодня их провожали на соревнования. Пожелала спортсменам удачи и наша съемочная группа. В соревнованиях в Воронежской области примут участие более 2,5 тысячи спортсменов из 67 регионов Российской Федерации. Среди 17 видов игр обязательными являются состязания среди дойеров, косарей и механизаторов. Некоторые спортсмены из Чувашии испытывают свои силы на соревнованиях не в первый раз. Жительница Иршипасинского сельского поселения из Вурнарского района Галина Павлова поедет на игры уже в 10-й раз. На летних я раньше участвовала как многоборья, потом появился такой вид косарей, и я начала участвовать, начали выигрывать республику косарями и начали выступать на соревнованиях косарей. Я думаю, вот эти сельские игры, они очень нужны для сельских спортсменов, потому что сельские спортсмены не только дуют, не только косят, и бегают, и прыгают. Уникальность сельских летних игр в том, что в них участвуют спортсмены из сельской местности. А многие виды состязаний для участников – знакомый вид деятельности, которым они занимаются практически ежедневно. Аккуратно и безошибочно преодолеть дистанцию на тракторе, качественно скосить траву. Есть на сельских играх и чисто спортивные дисциплины, например, соревнования спортивных семей. Участвуем первый год на всероссийских соревнованиях летних, олимпийских играх сельских. А до этого участвовали два года подряд на республиканских соревнованиях сельских. В первом году мы заняли второе место, а в этом году первое место. Там мы участвовали в таких видах, как бег, эстафета левкоатлетическая, дартс, настольный теннис. Победители и призеры всероссийских сельских игр смогут принять участие в составе сборной России уже в международных спортивных играх 2014 года государства участников Содружества независимых государств. Анастасия Лангина, Евгений Анисимов, Республика. В Чувашии быстрыми темпами развиваются единоборства. Спортсмены показывают достойные результаты как на мировой арене, так и в Европе. На днях чемпионы Европы по карате, которые завоевали это звание, на соревнованиях в Чебоксарах встретились с главой города. Чемпионат Европы по карате проходил 14 и 15 июня в столице Чувашии. В Чебоксарах собрались около 300 спортсменов из разных стран. За два дня разыграли 164 комплекта медалей. В копилке сборной России 43 золотых медали, 8 из которых у чувашских каратистов. Такое соревнование масштабное, оно, конечно, дает о себе знать. У нас хорошо было то, что у нас в своем городе, в родном. У нас была поддержка, у нас приходили наши друзья, одноклассники. Много волонтеров участвовало просто со школы, волонтеров много знакомых было. Тоже было очень приятно их видеть там. Президент Федерации карате России Вячеслав Тимофеев отметил, что для Чувашии столько золотых медалей – большой успех. По его словам, это неудивительно, ведь в столице созданы все условия развития карате. И чебоксары готовы к соревнованиям любого уровня. Для нас еще это важно, потому что они должны вслед за собой потянуть то юное поколение наших юношей и девушек, чтобы они тоже занимались спортом, ставили перед собой какие-то цели, достигали. Мне очень приятно было, что практически все из восьмерых, они говорят, что мы отличники. Сейчас каратисты готовятся к девятому Кубку мира по карате среди детей, юношей и юниоров. Он пройдет в октябре в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Сила и дух на спортсмены уже готовы. Беспокоит их только дорогой перелет за океан. Анастасия Алангина, Александр Петров, Республика. Вы смотрели информационную программу «Республика» на национальном телевидении Чувашии. Я, Ольга Пырочкина, с вами прощаюсь. А далее вы узнаете о новом методе обезболивания, который появился в городской стоматологии. Буквально на днях городские стоматологи получили установку для анестезии ксеноном. Ее разработчики-изготовители, прибывшие из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, в течение четырех дней обучали персонал практической технологии применения. Сегодня уже проведены первые операции. Ксенон без преувеличения – самый безопасный и перспективный анестетик 21 века. Газ без вкуса, без цвета, не вступает в химическую реакцию в организме. И как входит, так и выходит через дыхательные пути человека. Оказывает влияние на организм очень положительное, безопасное, не вызывает аллергии. И мы надеемся, что данная технология принесет огромную пользу пациентам в Российской Федерации, так как эта технология – российская технология. В России разработка ксеноновой анестезии началась в 1990 году. В результате доклинических и клинических испытаний в 1999 году ксенон разрешен к медицинскому применению в качестве средства для ингаляционного наркоза. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ